Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Тормяков. Вы смотрите инвестиционно обучающий канал RedLine TV и сегодня я хочу с вами поговорить о SkyWay. В общем-то в последнее время, ну не в последнее время, а может и последнее, то есть мы на канале по SkyWay информации, ну процентов может быть 30 выдаем, да, то есть у нас выходит сериал 100 вопросов и ответов по SkyWay, чтобы там люди вопросов не задавали таких, почему ветер там сдует, не сдует эти вагоны, или там если там что-то там порвется, не порвется, да, что будет. То есть в общем-то ответы на все вот эти технические вопросы, они есть в сериале 100 вопросов и ответов по SkyWay. Это в принципе для тех, кто просто интересуется, для тех, кто интересуется с инвестиционной точки зрения, то есть мы даем информацию о том, как развивается проект, чтобы вы понимали, что проект Venture, ну это Venture такой массивный, конкретный, уже как бы, ну, назвать его там Venture, он стартапом, он, наверное, уже не поворачивается язык, потому что это, в общем-то, уже вполне развитая компания. И не для кого не секрет, что они строят сейчас линию в Эмиратах, и в Эмиратах будут уже вагоны в феврале месяце ездить, и поэтому я хочу вам объявить официально, ну, в принципе, как и они официально являют, что в начале декабря, 12-го числа, ну, не в начале, 12-го декабря будет переход на 14 этап, на 13, вернее, 13 этап, всего их 15. То есть, по сути дела, у них остаются два этапа до конца развития, и, в общем-то, компания, в общем-то, становится самоокупаемой, и думаю, что уже больше в деньгах нуждаться ни в чьих не будет, то есть они получают предоплату, они получают деньги для эксплуатации, у них достаточно много бизнесов развелось в процессе строительства основного бизнеса, да, то есть там и телекоммуникации, и GPS, и связи, и так далее, то есть там, ну, много всего. И, на самом деле, те, кто не успел, тот опоздал. Я у себя вижу просто в личном кабинете по Skyway, что достаточно много, ну, есть люди, которые даже верифицировались, но ничего не инвестировали, их, наверное, что-то остановило. Ну, это личное их дело, я ни за кем не бегу, никому ничего не заставляю, никого платить, просто кто имеет, кто умеет думать, тот инвестирует и понимает, что в процессе эксплуатации данной компании, компания будет приносить дивиденды и доходы. Ну, а кто не понимает, тот просто смотрит и получает азовкоины. Да, то есть я тут никого не гоню, ни к чему, и просто объявляю, что сегодня даем информацию о переходе на следующий этап развития компании Skyway, и то, что буквально в феврале, в общем-то, там, наверное, ну, в следующем году, не знаю, будут ли эти этапы проходить быстро, или... Ну, то есть остается там буквально два этапа, естественно, на ваши 100 долларов, или там 200 долларов, гораздо меньше акций, или далее будет выдаваться, чем выдавалось, предположим, два года назад. Вот, поэтому смотрим информацию и принимаем к сведению. Группа компаний Skyway объявляет об успешном завершении 12-го этапа развития и переходе на 13-й этап. Переход на новый этап развития состоится 12 декабря 2018 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Согласно этапам развития группы компаний Skyway на 12-й этап было запланировано выполнение следующих работ. Первый. Завершение строительства, испытаний и сертификации тестового комплекса грузовой СВ-системы. Создание салона продаж грузовой СВ-технологии для перевозки промышленных сыпучих грузов. Второй. Демонстрация действующего грузового комплекса нового поколения потенциальным заказчикам. Заключение контрактов на адресные проекты грузовых трасс. Третий. Продолжение работ по созданию опытно-промышленной и производственной базы холдинга не только в Республике Беларусь, но и в других странах, и выполнение строительно-монтажных работ. Продолжение строительно-монтажных работ в экотехнопарке по созданию тестового комплекса высокоскоростной СВ-системы. Четвертый. Продолжение работ по созданию научного, испытательного, технологического и эксплуатационного оборудования, необходимого для опытно-промышленной обработки, сертификации, строительства и эксплуатации грузовой, городской и высокоскоростной СВ-системы, включая рельсо-струнные эстакады, подвижной состав и инфраструктуру второго уровня. Действительно, все запланированное на 12 этап было выполнено. Выпущен и успешно протестирован новый образец подвижного состава Unicarb. Транспортный комплекс Unitrans демонстрируется в работе в экотехнопарке. Увидел свет целый ряд инновационных разработок в области систем безопасности, энергосбережения, автоматических систем управления, оснастки и строительного оборудования. На новый уровень вышло сотрудничество с представителями бизнес-сообщества и властей ОАЭ, ставших сегодня ключевым направлением сотрудничества группы компаний. Установлены партнерские отношения с новыми странами и регионами. Очень много было сделано из того, что вовсе и не было запланировано. Например, в рамках специализированной выставки InvoExpo «Общество для всех», которая проходила с 12 по 14 сентября 2018 года в Москве, компания-разработчик технологии SkyWay, ЗАО «Струнные технологии», представила не имеющий аналогов в мире электромобиль для людей с инвалидностью. Новинка получила название «Юнимобиль». На международной транспортной выставке Inotrans 2018, которая проходила в Берлине с 18 по 21 сентября, впервые был представлен общественности высокоскоростной юнибус, один из основных транспортных модулей струнного транспорта SkyWay. То есть и здесь была проделана огромная работа на опережение запланированного. Во время проведения ежегодного отчетного мероприятия EcoFesta 2018 публике была представлена новая разработка — прототип беспилотного летательного аппарата на базе вертолета Ка-26 — самый крупный дрон в мире, который сможет перевести полторы тонны груза на высоте в несколько километров. Также на EcoFesta был показан Univind — легкое подвесное монорельсовое транспортное средство малой вместимости и суперлегкая трасса, по которой он перемещается. Для путевой структуры в этот раз был использован колтюбинг, что позволило построить ее в рекордно короткие сроки. Струнный мост занял свое почетное место в экотехнопарке и привлек большое внимание инвесторам. Ничего из представлено изначально не планировалось, но было спроектировано и создано специалистами зао-струнной технологии. В завершающем этапе началось создание собственной финансовой платформы на основе блокчейн-технологий, анонсирован выпуск токенов — инструменты экономической интеграции адресных проектов. А также полученные группы компаний доходы от предпроектной деятельности позволили организовать обратный выкуп части инвестиционных долей у первых инвесторов. Так проект выразил признательность людям, которые поддержали его в самом начале развития. Еще 12-й этап был знаменателен тем, что испытательно-демонстрационный центр технологии Skyway отмечен на страницах туристического путеводителя «100 лучших мест Беларуси». Экотехнопарк стал визитной карточкой города Марьино-Горка Минской области. Анатолий Эдуардович Юницкий был награжден юбилейной медалью «100 лет Вооруженным силам Республики Беларусь» за выдающийся вклад в патриотическое воспитание молодежи. Медаль вручил председатель Пуховической районной организации Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Дашкевич. Выставки в Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме также можно отметить как существенный факт, так как они повлекли за собой важные события. Тринадцатый этап планирует продолжение работ с заказчиками и поставщиками оборудования, продолжение работ по созданию опытно-промышленной и производственной базы холдинга, продолжение работ по созданию научного, испытательного, технологического и эксплуатационного оборудования, необходимого для опытно-промышленной отработки, сертификации, строительства и эксплуатации транспортной системы SkyWay, а также продолжение работ с заказчиками со всего мира по адресным проектам с целью заключения предварительных контрактов и получения предзаказов и авансовых платежей по этим заказам. То, что все, что запланировано будет выполнено, сомневаться не приходится. Остается только догадываться, что будет сделано сверхзапланировано, какие приятные сюрпризы ждут нас в следующем этапе. Напоминаем еще раз, что переход на новый этап развития состоится 12 декабря 2018 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Важно понимать, что текущая фаза развития проекта и инициация новых направлений деятельности обуславливает рост инвестиционной привлекательности группы компаний SkyWay. Учитывая это обстоятельство и действуя в интересах инвесторов, руководством было принято решение о поэтапном снижении дисконта. В связи с этим 13 этап будет разделен на несколько подэтапов, в рамках которых будет осуществлено постепенное снижение действующего дисконта. Таким образом, компания предоставляет инвесторам возможность более гибкого планирования собственной инвестиционной стратегии. План развития группы компаний SkyWay состоит из 15 этапов. Мы стремительно приближаемся к завершению. Это огромная радость для всех инвесторов и огромное разочарование для всех, кто упустил шанс участия в этом грандиозном проекте. Больше не осталось сомнений, быть струнному транспорту Юницкого или нет, не осталось рисков. Хотя нет, остался только один – не успеть приобрести доли компаний. Надеемся, что вы не в зоне риска. Я стою в начале нашего участка, откуда пойдет строительство трех тестовых участков под билбордом, где показано, что мы строим. Потому стройка идет. И подтверждением того, ну, я стою здесь, где идет стройка. И, собственно, стройку мы начали раньше. И я об этом ранее говорил, что фактически мы подготовку строительства начали еще, ну, в мае месяце, в апреле даже этого года. И сейчас уже идут строительные работы. В частности, закладываются фундаменты опор, станции, инфраструктуры. И все это время ушло на подготовку проекта. Потому что это очень сложный проект. Большой проект. И мы всю работу сделали, ну, менее чем за полгода. При этом сделали собственными силами. Хотя, если кому-то заказать, то, я думаю, они не сделали бы за 10 миллионов долларов. Даже за 20 миллионов долларов. И потом большой корреспондент согласований. Потому что в планах технопарка не было Скайвэя. Это его высочество сказало шейх Шаржи. Я хочу, чтобы Скайвэй был здесь. И поэтому переделайте мастер план технопарка. И на это тоже ушло время. На переделку. Потом на согласование. На получение всех разрешений на строительство. И поэтому все согласования и разрешения получены. И просто идёт. Субтитры создавал DimaTorzok За моей спиной видим билборд. Скайвэй инновационный центр. Это здесь база. Стоит на базе. Откуда начнётся строительство инновационного центра Скайвэй. Здесь на самом деле та база, где мы готовимся к строительству. Где складируем материалы, где готовим конструкцию, металлоконструкцию, где собираем. Это база нашего подрядчика. И здесь установим билборд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы очень рады быть первым главным контрактором для этого проекта, для Белорусской компании SkyWay. И начали этот главный и важный проект в 20-м веке. Здесь начали с Чаржи. Я уверен, что совместно мы добьемся все то, что Анатолий Владимирович заложил как идею. И мы принесем миру добро и хорошее решение для всех нас. Мы идем по нашей территории, по территории, где будет построен инновационный центр SkyWay в Чаржи. Слева, вот здесь от меня, это огромная территория университета, который был построен здесь больше 10 лет назад, в пустыне. И сейчас здесь учатся 47 тысяч студентов. У нас там будет свой институт SkyWay, где мы будем готовить специалистов. И рядом с дорогой идет наш участок. Его длина около 3-х километров. Здесь уширение 300 на 400 метров. Где будет собственно база нашего инновационного центра. А основные трассы пойдут вдоль дороги туда на 2,5 километра. Здесь будет кольцевая трасса, закольцованная. Где будет ферменная конструкция и полужесткая конструкция для тяжелых машин. Потому что в Беларуси мы не смогли построить более-менее длинные трассы. Там у нас короткий участок, поэтому мы не можем показать скорость 150 км в час. И там построено для легких машин. Весом до 6-8 тонн. У нас очень много проектов в Эмиратах. Это и Дубай, и Шаржа, и Абудаби, и Фуджера, и другие Эмираты. Во всех Эмиратах и в соседних странах. Где объем перевозок часы пик где-то 50 тысяч человек в час, 70 тысяч человек в час. Это больше, чем производитель с московского метро в два раза. Это очень большой объем перевозок для часа пик. По одной ветке имеется. И поэтому пассажирам нужно возить поездами большой вместимости. И поэтому мы проектируем эти трассы на вместимость пассажирского подвижного состава где-то 200-300 человек. А для грузового грузоподъемность 35 тонн. Вот здесь две такие будут трассы. Посередине мы сделаем сверхлегкую систему с центральным пролетом около 1,5 км. Вот здесь будет база. То есть здесь будут уширения. Здесь будет у нас депо, сэрочные переводы, разворот. И первая трасса, она появится в конце этого участка длиной 400 метров. Мы ее планируем ввести в строй к апрелю 2019 года. То есть через полгода. На самом деле стройку мы начали давно. Подготовка началась в марте месяце, когда нам выделили землю. И уже металлоконструкции под превисающую дорогу с превисающей путевой структурой. Тоже мы заказали в Вене, в Австрии. Через месяц тоже металлоконструкция прибудет на стройплощадку, где мы тоже сегодня у меня брали интервью. И мы снимали билборд. Это там стоит на площадке, где идет подготовка к строительству. А стройка будет идти вот здесь. Там будет у нас цеха производства. Пока мы точно не знаем, что именно. Какие производства. Скорее всего мы будем делать мотор-колеса здесь. В том числе не только для сковые, а для других проектов. Для тех же электромобилей. У нас же есть свой электромобиль. Поэтому мотор-колеса электрически можем сделать и для них здесь. Здесь мы, скорее всего, организуем сборку юнибусов и юнитраков. И юниконтов для перевозки контейнеров для стран Персидского залива. Потому что возить подвижность состава из Беларуси – это просто нереально. Мы еле завезли на выставку в Дубай юнибайки. Небольшая машина весом тоннула. Она добиралась сюда два месяца. Через европейские порты. Через какие-то там реки, где боржа застряла. И пришлось снимать. Представляете, с боржи среди реки пришлось снимать юнибайк, чтобы доставить в аэропорт. И потом самолетом все-таки доставлять. Это прошло два месяца. Поэтому лучше всего подвижность состава готовить именно здесь. Собирать. Здесь, естественно, мы будем использовать наш гумус. И посадим сады, зелень. Но, как я сказал, здесь у нас трассы тоже недостаточно длинные. 25 километров будут. Поэтому 150 километров в час мы получим спокойно. А 500 километров в час – это, естественно, нереально. Там нужны трассы где-то длиной порядка 25 километров. Шажа Эмират небольшой. Поэтому этот вопрос мы решаем в другом Эмирате. И уже есть решение о выделении нам 25 километров. Участок длиной. В этом году мы построим высокоскоростную систему скайвей. И здесь уже отработаем опно-премышленную отработку юнибуса, юнилета высокоскоростного, который демонстрировали мы на «Инотрансе» в Берлине. А первые прогоны юнилета и первые испытания проведем в Беларуси на короткой трассе. Дометров она построена при скоростях до 100 километров в час, чтобы отработать режимы разгона, торможения, тормоза, автоматику все проверим, приводы и так далее. А потом, когда построим здесь уже в другом Эмирате тестовый участок, то мы здесь уже проведем окончательные испытания. На самом деле это не столько шауром здесь будет. Здесь технопарк. И не столько тестового участка, как многие думают, что Юницкая только вот и делает, что строит экотехнопарк. Это не так. Ни в одной стране не пойдет проект, пока мы не покажем, как работает наш комплекс, неважно, грузовой, городской, высокоскоростной, в этой стране. Потому что в Беларуси другие условия климатические. У нас морозы, зима, снег. Эмираты это не интересуют. Они говорят, у нас жара. У нас металлоконструкция коробит от жары. У нас мосты их ведет. Наши высотки начинают колебаться, они начинают проседать. То, что жара и очень сильный ветер. У нас металлоконструкции корродируют, потому что в воздухе, в почве очень много солей. Они разъединяют любую конструкцию, любую сталь. Покажите, что это все работает здесь. И даже не надо там до конца испытаний. Просто начните. И мы видим, что вы здесь делаете, значит у вас все получится. Все, и пошли адресные проекты. Поэтому у нас десятки здесь, только здесь, в этом регионе. Поэтому это адресные проекты, вот то, что мы здесь делаем, адресные проекты. Ну он так называемый связанный проект. Мы не будем здесь водить пассажиров. Потому что, чтобы возить пассажиров и на этом заработать денег, то надо продать миллионы билетов. И надо лет десять их продавать, чтобы вернуть стоимость проекта. А потом надо еще десять лет что-то на нем зарабатывать. Ну как только мы начнем строить и покажем, что мы можем делать наши проекты здесь, в Эмиратах, пойдут адресные проекты. Мы подпишем десятки контрактов. Пойдут авансы-платежи. И вот эти вложения, что мы делаем здесь, окупятся за один день. И надо билеты продавать. Билеты будут продаваться в адресных проектах. Поэтому самый доходный проект. Самый прибыльный проект. Самая быстрая отдача. Это вот это, вот это, вот здесь. Вот здесь. И отсюда мы уже пойдем не только в арабские страны, где тропики, но и в другие страны. Это Индия, там такой же примерно климат. Влажность та же. Та же жара. Или Бразилия. Или Африка. Тоже Египет. Или Саудовская Аравия. Или Ирак, там Иран. Стран много. Поэтому здесь вот показан как раз центр инноваций. Влоки опять же на 100-200 лет. Не так. Построили и забыли. Нет. Где будем совершенствовать технологию. Совершенствовать конструкцию применительно к этим природно-климатическим условиям. И вот научно-учебная база. И вот здесь мы тоже построим институт свой. Скайвы. Вот здесь. Вот там он будет. Где мы будем обучать студентов. И институт войдет в структуру университета Шаджи. Как одно из научных подразделений университета. Потому что нам нужны свои специалисты. Которые должны проектировать трассы Скайвы. Строить их и эксплуатировать. Университета Шаджи. Университета Шаджи. Строй скалы, спасай планету Коллеги, в общем-то, я думаю информация оказалась полезной Тем не менее, это последний вагон уходящего поезда Если вы все же еще думаете, то, думаю, это для вас станет своеобразным стимулом Чтобы вы еще могли успеть проинвестировать Потому что, ну, когда уже строится линия, а я вам скажу, на самом деле она и не одна То есть одна крупная, да, один крупный заказчик Остальные еще есть мелкие, да, где уже, в общем-то, планируется коммерческая эксплуатация линий Skyway Как грузовых, так и пассажирских То компания выходит на самоокупаемость и, в общем-то, в деньгах больше не нуждается То есть у нее есть заказчики, и они вообще это строят все Поэтому инвестируйте, кому нужно, кто хочет Ну, а кто не хочет, пишите 0404 сегодняшний пароль Получайте свои Азовкоины Слушайте радио Азовская столица, смотрите Азовкоин ТВ в Инстаграме Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok